Глубоуважаемый президент, глупоуважаемые коллеги, но мне, конечно, в первую очередь хотелось бы поблагодарить за предоставленную возможность, за приглашение выступить на вашей сессии, тем более, что мы уже с группой по изучению сарком работаем не первый год. Мой доклад будет очень коротким. Он в основном будет посвящен, безусловно, я скажу несколько слов вообще об использовании лучевой терапии у больных сарком и мягких тканей, но он будет в значительной степени посвящен тому, что я представлю просто тот протокол, который мы сейчас исследуем и пытаемся включить в повседневную деятельность нашего института. Если говорить о лучевой терапии сарком и мягких тканей, поскольку это редкое заболевание, то здесь огромное количество неразрешенных вопросов и проблем, потому что невозможно провести большое многоцентровое перспективное исследование. В основном все, что мы знаем об этом, все данные, которые мы черпаем, это результаты ретроспективных анализов. Они указывают, с одной стороны, на то, что лучевая терапия достоверно увеличивает безрецидивную выживаемость, в первую очередь локорегионарный контроль. И с другой стороны, она указывает на то, что доза, которую мы используем при проведении лучевой терапии, послеоперационной должны быть не меньше 60-66 грей, а при предоперационной лучевой терапии они невольно, мы вынуждены их снижать до 50 грей, потому что просто иначе возникает очень серьезная токсичность. И вообще, если говорить о лучевой терапии у больных сарком и мягких тканей, то в первую очередь разговор, конечно, идет о токсичности, и попытки решить вопрос все-таки в пользу либо предоперационной, либо послеоперационной лучевой терапии, он тоже в значительной степени базировался на вопросах токсичности лучевой терапии. Было показано в одном проспективном, хорошем, я о нем потом чуть подробнее скажу, в большом, хорошем, проспективном исследовании было показано, что послеоперационная лучевая терапия обладает меньшей токсичностью, ретроспективные анализы других групп, они указывают примерно на то же самое. То есть основное преимущество послеоперационной лучевой терапии, несмотря на то, что мы там используем более высокие дозы, заключается в том, что она дает меньшую токсичность, но с другой стороны, у предоперационной лучевой терапии, конечно, есть свои тоже большие преимущества. В первую очередь, одно из самых главных заключается в том, что она может уменьшить объем опухолевой массы и может неоперабельных больных перевести в группу операбельных больных. Это обзор, который периодически по разным тематикам делают наши шведские коллеги. Он был опубликован в 2003 году в журнале «Акта-онкология». Вывод практически тот же самый. Послеоперационная лучевая терапия характеризуется меньшими осложнениями со стороны послеоперационной раны, со стороны рубца, и в основном, конечно, все эти данные базируются все-таки на проспективном исследовании Брайана Сулливана, который, это большое исследование, там было почти 200, чуть меньше 200 человек было рандомизировано. Пациенты рандомизировались на проведение предоперационной, послеоперационной лучевой терапии. Вы видите, что количество осложнений при использовании предоперационной лучевой терапии, оно практически в два раза выше, что самое главное, выше было количество осложнений, которые потребовали серьезных хирургических вмешательств. При этом показатели выживаемости и общей выживаемости, и безредитивные показатели локорегионарного контроля, они практически не отличаются, то есть достоверно они не отличаются. Есть еще очень серьезные нюансы, которые важны в первую очередь для радиотерапевтов, и которые скрыты от глаз, естественно, хирургов и химиотерапевтов, но это тоже очень важный аспект предоперационной и постоперационной лучевой терапии. Это очень любопытная работа французских радиационных онкологов, которая опубликована была совсем недавно, они сравнили, дело в том, что мы когда облучаем ту или иную мишень, мы сначала должны ее обозначить, установить, нарисовать, и после этого мы уже планируем лучевую терапию. Так вот, когда сравнивались те объемы, которые планировались к облучению при планировании предоперационной лучевой терапии, они рисовались различными опытными радиационными онкологами, и те объемы, которые планировались к облучению при проведении послеоперационной лучевой терапии, выяснилось, что в случае предоперационной лучевой терапии воспроизводимость очень высокая, а в послеоперационном периоде, конечно, объемы у разных радиационных онкологов очень серьезно различались. Это тоже, конечно, серьезный недостаток и серьезное преимущество предоперационной лучевой терапии, поэтому все время хочется начинать с лучевой терапии, но повышение риска осложнений, оно нас постоянно останавливает. Конечно, имеет большое значение технологии проведения лучевой терапии. Сейчас у нас очень широкий ассортимент методов лучевого лечения, и, по сути дела, он позволяет нам подводить высокие дозы в любые геометрически сложные объемы. И было показано, что действительно использование современных технологий, таких как AMRT, даже 3D-комформная лучевая терапия, протонная терапия, по сравнению с более простыми методами облучения, имеет большое значение, потому что количество осложнений уменьшается при использовании современных методов лечения. При этом еще любопытный очень нюанс заключается в том, что когда хорошо проводится лучевая терапия, риск локальных рецидивов и региональных рецидивов, он невысокий. В основном больные погибают от диссеминации опухолевого процесса. И здесь, конечно, для нас это тоже очень важный факт, потому что в последние годы все больше и больше говорится о лучевой терапии не только как о локальном методе лечения, но при использовании методик, например, стереотоксической лучевой терапии, уже указывается на то, что она индуцирует серьезные системные эффекты, иммунологические эффекты, которые способны повысить контроль над системным заболеванием. Поэтому в этом контексте, безусловно, перспективы лучевой терапии должны рассматриваться несколько более сложно, чем они рассматривались, может быть, 10-15 лет назад. Попытки использования стереотоксической лучевой терапии в качестве предоперационного метода лечения больных сарковами крайне ограничены. По сути дела, они на сегодняшний день ограничены одной группой в Соединенных Штатах Америки, но тот опыт, который у них есть, показывает, что, с одной стороны, использование коротких предоперационных курсов лучевой терапии – это, как правило, 5 фракций, и разовая доза варьирует от 5 до 7 грей – они позволяют достигать хорошего локального контроля, хотя, конечно, объем материала, который имеется, и длительность прослеженности этих групп, они еще очень небольшие. Если мы говорим о использовании уже гипофракционированной лучевой терапии, а стереотоксическая лучевая терапия – это вариант гипофракционированной лучевой терапии, то здесь очень важно тоже не ошибиться с дозами. И вот это исследование, которое я нашел совсем недавно опубликованное, в 2018 году, очень интересное. Вы видите, что если сравнивать со стандартным облучением предоперационным 25 раз по 2 грея, то эквивалентные дозы уже мы можем подводить тогда, когда мы используем режимы 5 на 5, 10 на 3,5, 10 на 3. Ну и еще один есть режим, которого здесь нет, очень популярный – это 5 раз по 7 грей. То есть, в принципе, те режимы, которые используются при стереотоксической лучевой терапии, они как минимум не хуже, чем пролонгированная предоперационная лучевая терапия, но при этом они, конечно, очень удобны, потому что время облучения укладывается в одну неделю, и их легче комбинировать с химиотерапевтическим лечением, и, с другой стороны, время до операции становится достаточно коротким. Мы в свое время исследовали возможности предоперационной брахитерапии источниками высокой мощности дозы у больных с рецидивами. Это были больные со вторым, с третьим рецидивом, с огромными опухолями, которым невозможно было выполнить органосохраняющего лечения, и мы смотрели, почему высокодозная брахитерапия, потому что не очень высокий градиент падения дозы, и мы могли подводить очень высокие дозы на опухоль и серьезно снижать нагрузку на окружающие нормальные ткани, потому что, конечно, мы тоже думали о послеоперационных осложнениях. Что интересного мы нашли, у нас были больные, но вот это самая такая яркая пациентка, у которых мы смогли сочетать предоперационную брахитерапию с полноценной послеоперационной лучевой терапией. Надо сказать, что вот эта женщина, которую мы лечили уже года 4, наверное, назад, она находится до сих пор, несмотря на эту огромную опухоль, она находится до сих пор в полной ремиссии. И тогда у нас возникла идея, что если скомбинировать стереотоксическую лучевую терапию, у нее есть огромное преимущество, она абсолютно неинвазивна. С послеоперационной лучевой терапией стандартной, обычными фракциями, потому что здесь есть некоторые дополнительные преимущества. Если говорить о предоперационной лучевой терапии, с одной стороны, мы можем уменьшить объем опухоли и сделать хирургическое вмешательство более комфортным. С другой стороны, конечно, предоперационное воздействие, особенно в высоких таких разовых дозах, оно значительно снижает биологическую агрессивность опухоли. И это, может быть, снизит количество диссеминации процесса во время операции, потому что такая возможность тоже все время остается в голове. Ну и кроме того, конечно, огромное преимущество то, что мы можем точно определить топографию очага. При этом предоперационное облучение, которое мы предполагали использовать или которое мы сейчас уже используем, оно ограничивается, очень жестко ограничивается границами опухоли. То есть мы облучаем фактически только то, что будет уже удалено во время операции. Это очень важный стратегический компонент этой тактики лечения, потому что в противном случае, если мы не уберем то, что мы облучили, то проведение послеоперационной лучевой терапии будет сопряжено с очень серьезными негативными последствиями, с очень серьезными осложнениями. Кроме того, мы, конечно, думали о том, что, возможно, проведение гипофракционированного предоперационного лучевого воздействия сможет каким-то образом индуцировать иммунологический ответ, поскольку об этом много говорят, но это никак не доказано. Мы рассматривали это в качестве одной из возможных альтернатив и одной из возможных преимуществ такого подхода к лечению этих больных. Если говорить о послеоперационной лучевой терапии, то здесь, конечно, тоже есть много своих преимуществ. Во-первых, мы уже имеем патоморфологическое заключение, мы можем более точно и более тщательно планировать послеоперационное лечение. Кроме того, мы подводим здесь более высокие суммарные дозы, воздействуем на очаги субклинического распространения опухолевого процесса и серьезно снижаем риск локальных рецидивов. Понятная радиобиология, изученный режим подведения дозы, от этого вида лечения, конечно, отказаться нам достаточно сложно. Как это все происходит в жизни? Вот вы видите, это большая саркома нижней конечности. Когда мы рисуем объем облучения, вы видите, как тщательно мы обрисуем его, он идет прямо по краю опухоли. Мы не выходим за границы опухоли. Более того, иногда в некоторых случаях, когда она очень тесно прилежит к подкожной клетчатке, и мы знаем, что эта подкожная клетчатка не будет убираться во время хирургического лечения, мы позволяем себе некоторый компромисс и недооблучаем часть опухоли. После этого мы рисуем внутренний объем, куда мы подводим большую дозу. Это мы можем сделать безопасно, поскольку все равно этот объем будет убираться, но биологическая активность опухолевых масс перед операцией уже будет серьезно снижена. То, что мы имеем на сегодняшний день, у нас было 3 больных, КИХ-67 на несколько порядков снижается. Ну и наконец дозное распределение в конечном счете, которое мы получаем при выполнении предоперационного этапа. И это послеоперационная лучевая терапия. Вы видите, здесь уже, конечно, гораздо большие объемы. Здесь уже совсем другое дозное распределение и другой режим подведения дозы. Основная задача, основной вопрос, который мы перед собой ставим на первом этапе, это, конечно, убедиться в том, что подобная комбинация, она не будет ассоциироваться с увеличением риска послеоперационных осложнений, осложнений со стороны рубца, осложнений со стороны операционного поля. Пока что, вот после 3 больных, которых мы прилечили по этой методике, мы можем сказать, что она подтверждает свою абсолютную безопасность. И, насколько я знаю, хирургический этап выполнялся без каких-то дополнительных сложностей. Ну а что будет дальше, мы увидим со временем. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Николаевич. Пожалуйста, вопрос. Да, будьте любезны. Спасибо вам за доклад. Интересный вопрос такого плана. Скажите, пожалуйста, вы продемонстрировали очень интересный случай сочетанной лучевой терапии мягкотканной забрюшенной саркомы, где сочетали дистанционную лучевую терапию и брахитерапию. Вопрос, какой у вас опыт проведения брахиотерапии в сочетании с дистанционной лучевой терапией? Какая методика, какие дозы, сколько фракций брахиотерапии и какие одноразовые дозы были? Спасибо огромное за этот вопрос. Я сразу же скажу, что это казуистический случай и казуистически мы оказались невольниками чести. То есть мы не планировали проведение сочетанной лучевой терапии у этой женщины, которую я показал. Дело в том, что это была огромная опухоль, которая фактически вбита была, извините за такое нелитературное выражение. Вколочено. Вколочено, да. Это уже более литературно. В тазовые кости и хирургическое вмешательство было технически невозможно. Мы выполнили брахитерапию с целью, это была попытка уменьшить каким-то образом ее объем. Мы подвели три фракции по 9 грей, но это по краю опухоли, потому что внутри опухоли, во-первых, распределение при брахитерапии всегда очень неравномерное. И где-то там дозы были уже порядка 200, ну если бы вы эквиваленте считаете, там 150-200 грей, но это нас не лимитировало, потому что все, что творится внутри этого объема, оно, в общем, не так нас сильно лимитирует. То есть это была даже не послеоперационная терапия? Брахитерапия была предоперационной в этой ситуации. У нас не было тогда еще стереотаксиса. И дальше опухоль подсела, ее удалили, и оказался положительный край в той зоне, где она примыкала к промонториуму. И мы, понимая, что в этой ситуации, наверное, будет рецидив без какого-то дополнительного воздействия, мы рискнули на проведение очень аккуратной, деликатной, послеоперационной лучевой терапии. И оказалось, что все было очень, то есть весь послеоперационный этап прошел очень гладко. И тогда, когда у нас появился неинвазивный инструмент в виде стереотоксической лучевой терапии, у нас еще одна такая больная была, и там тоже все было достаточно гладко. Мы подумали, что вот такое сочетание может быть интересным. Стали думать, как это можно скомбинировать, и вот родился такой протокол. Это вот коротко. Всего брахитерапию, мы выполняли брахитерапию только при втором-третьем рецидиве. Поскольку это инвазивный метод, мы боялись просто у первичных больных, чтобы не спровоцировать диссеминацию процесса. Поэтому таких больных было, по-моему, 10 или 9 человек, если я не ошибаюсь. 10. 10. Тем более, что эта методика имеет свои ограничения в плане размеров опухоли, в плане... Брахитерапия, безусловно. Я брахитерапию здесь показал только потому, что это была своеобразная лестница, ступенька к тому, чтобы думать о вот такой комбинации. Мы ее сейчас не используем, потому что есть СБРТ. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. У меня вопрос, можно? Да, да, конечно, мы можем. А вообще вот к аудитории вопрос. Можно поднять руки, кто использует брахитерапию сейчас? Никто. В каких клиниках еще, кроме... Здесь, наверное, нет белорусов, я сразу же могу сказать. Здесь нет не только белорусов, но и тех, кто проводит, кроме вас, брахитерапию. Спасибо. Просто белорусы проводят. Спасибо. Пожалуйста, вопрос еще. Сергей Николаевич, спасибо большое. Мы, к сожалению или к счастью, я не знаю. На самом деле, наверное, к сожалению, мы не проводим брахитерапию в том виде, в каком мы это делали, потому что себе появилась стереотоксическая лучевая терапия, она проще и она привлекательнее. Но брахитерапия как метод послеоперационной лучевой терапии очень интересен. Просто, ну вот, у нас пока... Артур Юрьевич, вы слышите, Артур Юрьевич? Спасибо. Сейчас, секунду. Если рассмотреть брахитерапию как интероперационную разметку интероперационной лучевой терапии, то аналогов нет. Полностью с вами согласен. Ни стереотоксическая хирургия, ни дистанционная, ни заменит. Согласен? Да там стереотокс мы используем только как предоперационную методику, естественно. И, безусловно, послеоперационной брахитерапии она очень привлекательна. Мы имели вопрос только в том, что интероперационная используется ли у вас сейчас брахитерапия? У нас сейчас проблема в другом. У нас нету игл зарегистрированных, которые мы могли бы для этого использовать. Вот в чем весь ужас-то. Просто нам нечем проводить пока. Если были бы вы использовали. Мы бы использовали. Ваша дискуссия мне напоминает сравнение жидкого с круглым. Нет, железь с жидким. Круглого с жидким. И такой вариант тоже допустим. Пожалуйста, коллеги, еще вопрос. Спасибо, Василий Николаевич. Спасибо, Василий Николаевич.